Прекрасный, волшебный день, 3 июля. Утренний экспресс встречает своего гостя, который должен научить нас правильно делать комплименты, потому что многие из нас не умеют. Например, я делаю это каждый раз не в попад как-то и неловко, поэтому для меня эфир максимально полезный сегодня. Приветствуем специалиста по деловому и светскому этикету, члена объединения Ассоциации специалистов по этикету, Наталью Радзивончик. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, говорим сегодня о комплиментах. Осомнительных. Осомнительных, да, что важно. Вот у вас есть пример сомнительного комплимента? Делали ли вам такие комплименты? Конечно, есть такие комплименты. Например, был такой комплимент, вы отлично водите машину для женщины. Довольно сомнительное такое уточнение. Стоп, ну это же надуманность вас, женщин. Мы же никогда, ни один мужчина не говорил, что вы водите плохо. Никогда мужчина не говорил про женщину и обезьяну с гранатой. Никогда. Это вы все придумали сами и нам это навязываете. Он просто подчеркнул, что вы хорошо водите. Разве так нельзя говорить? Ну почему можно, но здесь такая дискриминация по полу. Мы мужчины никогда так не делают. И когда мы говорим комплименты, лучше не делать акцент на пол, на возраст или на национальность и тому подобное. А вам еще раз, как сделали комплимент? Вы, женщина, хорошо водите машину? Сказали же, вы просто хорошо водите машину. Очень хорошо водите машину. Вот, ни на пол, ни на национальность, ни на что. Уточнили для женщины. Уточнили для женщины. А, вот она где. Да. Беру свои слова обратно. Как должен звучать идеальный комплимент по этикету? По этикету идеальный комплимент, это, наверное, тот, который поднимает настроение, который выполняет свое назначение. Комплимент должен поднимать настроение человека. Это типа премия. Поднимает самооценку, да. Это же похвала своего рода, это форма похвалы. Делает человека более уверенным. Заряжает его практически на весь день. Но есть ли какая-то, может быть, формула составления этого комплимента? Вот мы, например, выяснили, что слово «сегодня» любой комплимент сразу сводит на «нет», в общем-то. Ну, не всегда. Мы очень часто употребляем такое слово «сегодня вы прекрасно выглядите». Дело в том, что, знаете, есть такая задача не только сделать комплимент так, чтобы человеку он был приятен, но и подумать о том, как комплимент дан человеку воспримет. Потому что у нас всех разный уровень культуры, разный уровень воспитания. Мы каждый по-своему, свой определенный набор каких-то ценностей. У каждого свои понятия, что хорошо, что плохо. И поэтому каждый человек может по-своему воспринимать любой человек, иногда даже неадекватно. Кто-то пропустит вот это слово «сегодня», он прекрасно понимает, что имел в виду человек, не акцентируя вот на это слово «сегодня», а другие, наоборот, начинают видаться, что только «сегодня», а что «я вчера выглядел плохо», хотя бывают такие случаи, что «вчера», но на самом деле выглядел совсем не так, как «сегодня». Человек это увидел, заметил, отметил и вот решил сделать такой приятный комплимент. А как, кстати, делать комплименты, если ты на работе, такая деловая среда? А деловой комплимент, он должен быть деловым и направлен на деловые качества человека. Ну, то есть про внешность вообще на работе лучше не упоминать? Ну, наверное, да. Хотя может, потому что такие комплименты могут отвлекать. Например, скажу, Татьяна, у вас сегодня такое прекрасное платье, еще добавить, оно у вас стройнит, и вы будете думать. Ну, да, каждый по-своему это тоже такой сомнительный комплимент. «Меня стройнит это платье, а другие платья меня не стройнят, а может быть, я вообще толстая?» И вы будете так думать до конца рабочего дня, что не так с вашим платьем, например, да? А есть люди, которые воспринимают комплимент вообще как флирт? Возможно, да. Тоже опасно. Проблема в человеке, который говорит или который слушает. А вы знаете, здесь еще в чем проблема? Важны не то, что вот не те слова, которые заложены в комплимент, то есть сам текст комплимента, а то, как говорит человек, какие эмоции вкладывает, то есть как, по сути дела, сказан сам комплимент. Можно сказать его достаточно высокомерно, хотя текст комплимента очень красивый, можно сказать действительно с такой сиронией, с долей флирта. И человек может воспринять одни, каждый человек может воспринять одни и те слова по-своему, в зависимости от той эмоциональности, в которой была заложена изначально комплимента. Правда ли, что после того, как вы сделали комплимент, не стоит делать никакую паузу? Я думаю, стоит сделать паузу хотя бы для того, чтобы узнать обратную реакцию комплимента. Нужно дать паузу, чтобы человек вас поблагодарил, осмыслил, поблагодарил за этот комплимент. Но действительно, паузы бывают иногда неловкими, потому что человек даже не понял, что сделать комплимент. Например, Семен, у вас очень остроумные шутки. Ну да, очень остроумные шутки. И такая неловкая пауза. А что дальше? Даже мы сказали спасибо. Комплимент, он, кстати, сопровождается такой лёгкой беседой ни о чём. Ну, такой вкусный смолток. К сожалению, комплимент и смолток – это не наша, наверное, сильная сторона. И поэтому нужно быть готовым к тому, что может возникнуть такая неловкая пауза. И когда мы делаем комплимент, то, наверное, лучше задать вопрос. У вас очень тонко и редко чувство юмора. А где вы пополняете вот эти вот шутки? Откуда вы их берёте? Да, с главным вопросом. Это всё из анекдотов. Да, и вы вынуждены ответить на этот вопрос. Спасибо. А вот если смотрите просто, возможно же проблема в том, что я на самом деле очень стеснительный. Это перед камерами с микрофоном я совсем другой человек. А так в жизни я очень стеснительный. И когда мне говорят не про мою работу, а именно про мои какие-то внутренние качества, я очень стесняюсь, как мне принимать комплименты. Многие начинают же даже спорить, вот я прям такой. Ну да, он говорит, спасибо, я благодарен, я рад, что вы это заметили. Мне приятно это очень слышать от вас. И не стесняться говорить эти слова. Это звучит как-то немного, как правильно сказать, в наше время, в нашем обществе это звучит как-то наиграно, как будто бы. Ну почему? Вот вы же ждали от нас, когда вот вы нам сделали комплимент с Татьяной, вы же ждали, когда скажете спасибо. Честно? Вы же даже сделали паузу, мы немножко помолчали, сказали спасибо. Нет. Вы даже сами этого не заметили. Нет, я дал вам время осознать. Да, мы сделали паузу, вот она пауза. Дать время осознать и выразить свою благодарность. Ну тогда благодарите еще и сделаю еще паузу. Это проявление уважения другому человеку. Обязательно ли в ответ делать какой-то комплимент, или можно ограничиться просто спасибо? Но если вы умеете делать комплименты, если уверены, что ваш комплимент будет удачным и несомнительным, то, конечно, можно сделать комплимент, если он будет действительно вписываться в ту историю, в ситуацию, в которой мы находимся. Вот знаете, вы сегодня, получается, проснулись, не знаю, как давно, вот, но тем не менее, уже в 8.30 утра вы сделали двух людей немножечко более счастливыми. Да? Я очень рада. У нас получилось? Спасибо вам огромное. Я напомню, у нас в гостях была члена объединения Ассоциации специалистов по этикету, специалист по деловому и светскому этикету Наталья Радзивончик. Спасибо огромное.